Откроем первое место, первый текст. Это книга «Деяния апостолов», 16 глава. И мы будем читать контекст с 4 стиха и ниже. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, поставленные апостолами и преследователями в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Пройдя же через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии, дойдя до Мессии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Миновав же Мессию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македоянин, прося его «Иди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы – это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Вот обратите внимание, апостол Павел движим и целью проповедовать Евангелие. Проходит по городам. У него есть определенный план. Ну, сначала мы в один город, потом мы зайдем в другой город, потом пойдем в третий город. И вдруг, посмотрите, вдруг что происходит? Шестой стих. Они, пройдя Фригию и Галатийскую страну, не были допущены Духом Святым проповедовать Слово Васии. Обратите внимание, у них был план, и план заключался, это не просто туристическая поездка. Это была поездка миссионерская, это было путешествие миссионерское. Она заключалась в том, что они шли и проповедовали добрую весть о спасении. И они двигались согласно своему намеченному плану. И потом, что происходит? Они спланировали идти в Асию. И что мы читаем? И Дух Святой не допустил их проповедовать в Асии. Вы знаете, вот я обратил внимание на это слово, когда увидел и услышал его. Мы все время думаем, что дьявол нас не допускает проповедовать Слово. Он постоянно нам ставит какие-то препятствия, что это дьявол нам строит козни, это дьявол нам создает такие обстоятельства, чтобы мы не проповедовали Евангелие. А что здесь написано? Оказывается, не только дьявол, еще и Дух Святой препятствовал им проповедовать Евангелие. Вот это да. Как это так? Вы знаете, друзья мои, Бог очень часто вмешивается в наши планы. Не только планы наши житейские, где мы что-то напланировали, а потом раз, все сбилось, все поменялось, не так, как мы хотели, не так, как мы думали. Не только в житейских. Оказывается, даже и в духовной жизни, в служении Богу, в ежедневном нашем свидетельстве об Иисусе Христе. Представьте, он горит, он желает проповедовать Евангелие, он идет из города в город, и вдруг Святой Дугово не допускает его. То есть, происходят какие-то внутренние, возможно, ну, чувствования. Может быть, препятствие какое-то, и он понимает, что это не дьявол ставит ему препятствие, а Дух Святой не допускает его, чтобы он проповедовал Евангелие Васии. Он вмешивается в его планы, которые он устроил, или для себя написал. Посмотрите. Дальше, седьмой стих, они еще доходят до одного места. То есть, они не пошли в Асию. Они, если посмотреть там по карте, уклонились, они не пошли, пошли в другое место, миссию. И оттуда они опять предпринимали идти в Вифанию. То есть, они опять спланируют, так, ну что, мы, у нас, Васю не получается идти, Дух Святой нас не пускает. Куда пойдем проповедовать? Куда? В Вифению, да? А что там опять? Но Дух не допустил их. Смотрите, опять. Не только дьявол не допускает нас, может не допускать нас проповедовать Евангелие, но и Дух Святой. Вот, друзья, теперь я задам вам вопрос. А умеете ли вы отличать, где дьявол препятствует, а где Святой Дух? Где нужно приложить усилия и прорваться, а где нужно остановиться и покориться? вы знаете, вы знаете, вот, очень часто такое бывает. Дух Святой препятствует что-то делать, а мы, нет, мы уперлись, стоим, вот уперлись головой, и вот мы, нет, мы все равно, мы пойдем, мы пройдем. когда препятствует дьявол, нам действительно нужно прорываться, нам нужно идти вперед, нам нужно быть напористыми, нам нужно иметь веру и нужно иметь дерзновение. Но если Святой Дух препятствует нам, значит, мы должны покориться, мы должны это понять и научиться этому, братья мои, сестры, не только в повседневной нашей жизни, но более важно в нашем духовном служении, в нашем хождении пред Богом, в свидетельстве об Иисусе Христе. Даже если я проповедник, или может быть учитель воскресной школы, или молитвенно я имею служение, я должен учиться этому, и вот они, смотрите, очень интересно, Дух Святой их не допустил, миновав же, то есть, они не зашли в эту миссию, они не пошли в Эфинию, но они сошли, там написано сошли, видать, с горы, сошли в город в Трааду и там остановились на ночлег. То есть, они еще не знали, что конкретно делать, понимаете? То есть, они только почувствовали, туда их Святой Дух не допустил проповедовать, они пошли в ту сторону, там тоже Святой Дух не допустил их, и они сошли в Трааду, ага, в Трааду сошли, здесь мы пришли, но Святой Дух нас допустил, они пришли в Трааду и еще до конца не понимали, что делать, а теперь смотрите, и ночью, когда они легли спать, тогда Бог начал говорить к апостолу и к ученикам. И как он начал говорить? Не ангелы пришел, не сказал, а пришел, Бог начал говорить через нужду. во сне является македоянин и говорит, смотрите, что, приди в Македонию и помоги нам. Вы слышали когда-нибудь вот эту фразу помоги мне, помоги нам, помоги мне, помоги мне. Бог говорил к апостолу через нужду, он привел его в Труаду, не допустил его в одно место, не допустил его в другое место, привел его в Труаду и там начал говорить к нему через нужду. Македоянин, приди и помоги нам. И посмотрите, что они. И после этого введения они тотчас приняли решение отправиться в Македонию и заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. То есть до этого момента они не понимали, где они должны были благовествовать, но там в Македонии была нужда. Там нуждались люди в проповеди Евангелия, там еще никто не слышал. И Бог их вот таким путем вел, препятствуя им проповедовать Евангелие, препятствуя им что-то делать. Вы слышите? И они так... То есть вот здесь вот понять и нам нужно и увидеть, как Бог руководит, как Он ведет. Мы чувствуем какое-то препятствие, мы чувствуем, что Дух Святой нас останавливает, Он до чего-то нас не допускает, Он как-то внутри какое-то вот такое состояние, что я не должен это делать. И потом Бог начинает говорить, и посмотрите, очень часто через нужду, через нужду. Там есть нужда, там есть нужда, и они понимают. А теперь посмотрите, я хочу показать еще один очень интересный. Это послание к римлянам. Давайте откроем 15 глава. Послание к римлянам. И мы прочитаем с вами с 17 стиха. Апостол Павел пишет. И я хочу, чтобы мы увидели с вами параллель такую, определенную между книгами апостолов и здесь 15 главы к римлянам. 15 глава, 17 стих. И там могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня. В покорении язычников вере словом и делом. Посмотрите, Македония это место, где жили язычники. И здесь апостол Павел пишет к посланию к евреям, он говорит, что Христос через меня он покорял язычникам вере, делом и словом и делом. То есть он говорит, а помните мы с вами, как это происходило, да как Дух Святой вел. И теперь смотрите, он говорит, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространилось мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. И теперь 20 стих, посмотрите. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают сието много раз и препятствовало мне прийти к вам. Помните, мы говорили, македоянин, он говорит, помоги нам. И они приняли такое решение пойти туда, потому что там была нужда в благовествовании, там еще никто не слышал. И теперь смотрите, он пишет, я много раз хотел прийти, но были определенные препятствия, которые не позволяли мне прийти к вам. Вы видите, да? Почему? Что же это было за препятствие? Потому что я старался быть там, где еще не слышали люди о Христе. Я старался быть там, где была духовная нужда. и как это происходило, как он к этому приходил, мы с вами прочитали в Деянии апостолов. Вы увидели, это важно, вы услышали, увидели. Мы должны научиться руководствоваться Святым Духом, понимать, куда Бог нас ведет и куда Он не хочет, ну или где Он не хочет, чтобы мы были. да, мы планируем что-то в нашей жизни, иногда мы планируем наперед, и это возможно, это нужно, но мы должны быть также готовы к тому, что Бог изменит наши планы. Возможно, Он повернет нас в другую сторону, и одна из важных вещей, мы должны стараться или выбирать приоритет, научиться этому, выбирать приоритет, где есть духовная нужда. Ну, например, меня зовут на евангелизацию или на домашнюю группу, куда я пойду? Я пойду туда, где все знают уже об Иисусе Христе, или пойду туда, где есть нужда в домашнюю а Бог говорит, ну ты пойди на домашнюю группу, там же чай будет, там будет хорошее общение. Мы только что сейчас видели Божий принцип, то, к чему стремился апостол Павел. Он говорил, я много раз хотел к вам прийти, прочитайте, он пишет, я, говорит, хотел, я хочу увидеться с вами, 24 стих, он говорит, я приду к вам, надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, что вы проводите меня туда, как скорее наслаждусь или наслажусь общением с вами. Он говорит, я хочу к вам, я хочу с вами насладиться общением, и говорит, возможно, я приду к вам, но сейчас Дух Святой ведет меня в другое место, какое, где есть нужда. Я иду туда, где есть духовная нужда, где есть этот македоянин, это был его принцип, он говорит, я стараюсь идти туда, где еще нет ничего, где еще не слышали люди, где есть нужда. И мы по-человечески, нам, конечно, надо быть там, где наслаждаться в общении. Но когда перед нами стоит выбор, мы чувствуем этот выбор, и нам нужно на тот момент остановиться и все-таки спросить у Бога, где я должен быть, куда ты хочешь, чтобы я пошел, где ты хочешь, чтобы я сейчас находился, и иногда это будет так, вы знаете, как сегодня я услышал такую фразу, я хотел быть в одном месте, но это место, оно, я хотел быть в этом месте, но оказалось это то место, где Бог не хотел меня видеть. место, в котором Бог хочет меня видеть. Знаю ли я это место, чувствую ли я, понимаю, место, в котором, в котором не я хочу быть, а место, в котором Бог хочет меня видеть. Вот сегодня, друзья, в этом кратком, в этой краткой своей проповеди, хочу, чтобы мы сделали акцент, мы учились понимать Святого Духа, как апостол Павел к этому пришел, как, вот ты вроде считаешь, Дух Святой не допустил, и там Дух Святой не допустил, как они это поняли? Как? Друзья мои, а если вы не молитесь, если у вас нет личного общения с Богом, вы никогда не поймете, потому что, чтобы понять Святого Духа, чтобы слышать Его голос, нужно быть с Ним в общении, а общение с Богом приходит только через молитву, и если вы не посвящаете Богу время на молитву, на общение с Ним, на встречу, если вы ежедневно не учитесь ходить с Богом, вы так и никогда не поймете, где Бог хочет видеть вас. Вы пойдете туда, в ту сторону, где Господь будет препятствовать вас, не допускать вас, а вы будете казаться, что именно этот путь, вы разобьетесь, разочаруетесь, вы должны учиться хождению с Богом, и если нас куда-то зовут, или у нас появились какие-то планы, или какие-то желания, стремления, даже возможности, нам нужно остановиться, а то ли это место, где хочет видеть меня Бог, а правильном ли я направлении, Господь подскажи мне, дай мне это понять, и дай мне это почувствовать, аминь, братья и сестры, пусть Господь нас благословит, давайте мы встанем на наши ноги, помолимся сегодня, поблагодарим Господа.